Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Лене Хэппи, которая вчера провела очередной прямой эфир. И на этом прямом эфире Лена сообщила, что Хэллоуин она праздновать не будет. Лена не празднует этот, мягко говоря, странный праздник с этими идиотскими украшениями. И вообще, у Лены Хэллоуин ассоциируется с трансвеститами, и с трансгендерами, в перьях и в стрингах. Да, в свое время, когда Лена водила Убер, проживая недалеко от того места, где она живет сейчас, в 15 минутах езды буквально, там есть целый райончик из баров, из всевозможных кабаре, где во время Хэллоуина творилась какая-то вакханалия. И Лену, как водителя Убера, все время вызывали именно в этот райончик, чтобы кого-то подвезти, кого-то довезти до очередного бара. И Лене было так неприятно смотреть на этих мужиков в стрингах, которые садились ей в машину и требовали, чтобы она их куда-то везла. В общем, сплошная садом и гамора. И Лена не знала, как реагировать, но никуда не денешься. Раз уж назвалась водителем Убера, придется возить. И Лена, стиснув зубы, везла их, развозила по барам. А зачастую ведь там были очень неприятные такие толстые мужики, полураздетые, с голыми ягодицами, в перьях. И Лене, конечно, очень неприятно вспоминать то время, когда она вот в этом райончике на Убере развозила вот таких вот нетрадиционных клиентов. И я, конечно, все понимаю. Я прекрасно понимаю, что Лене было очень неприятно. Ну, кому приятно, когда голая, потная жопа садится на кожаное сиденье вашего нового автомобиля. Но в связи с этим у меня возникают особые опасения по поводу Селима. Потому что Селим объявил, что по приезде в Америку он хочет работать на Убере. А райончик с кабаре и с барами находится в 15 минутах езды от того места, где сейчас живет Лена Хэппи. Селим, как мы знаем, кроме Убера ничего всерьез не рассматривает. Да, Лена пытается его подтолкнуть на какие-то курсы по компьютерной грамотности. Мол, приедешь в Америку, не надо идти на эти нищенские зарплаты, пойдешь сразу зарабатывать хорошие деньги, подучись, выучишь что-нибудь, купил вот себе компьютер, теперь осваивай его. Но Селим сказал, что лучше всего на свете он знает, как водить такси. Поэтому это быстрые деньги. То есть приехал, сел на машину, стал сразу зарабатывать наличку. Лена, конечно, говорит Селиму, да подожди ты, посиди два месяца, отдохни, расслабься, насладись жизнью, потом пойдешь работать. Работать не волк в лес не убежит. Но Селим хочет сразу идти на Убер, чтобы сразу зарабатывать какие-то деньги, чтобы сразу начинать помогать семье. И вот представьте теперь, что Селим пошел работать водителем Убера. Хэллоуин. И его вызывают на развоз как раз-таки вот этих клиентов в перьях. Как же бедный Селим будет на это все реагировать? Ведь он просто не воспринимает и не приемлет это комьюнити. Ему противно на все это смотреть. Ему неприятно об этом даже думать. Он хочет это все пресечь. Он хочет от этого всего отстраниться. Он не хочет лицезреть эту пошляти. Но ему это неприятно. И вот представьте, к нему на пассажирское сидение рядом с ним плюхнется какое-нибудь чудо в перьях. Как Селим себя поведет? Выскочит ли он из машины и побежит в неизвестном направлении? Или выгонит клиента, клиентку? Или начнет для приличия вести какой-то разговор, стиснув зубы? Мы не знаем. Может быть первое время все-таки Лена должна сидеть на заднем сидении пассажирском и контролировать мужа, чтобы он не сотворил ничего такого, знаете, не оскорбил клиента? Это очень, конечно, большой вопрос. Нужно, чтобы Лена провела с Селимом политинформацию и рассказала ему, как себя в таких случаях вести. Ну, конечно, неприятно. Лене было неприятно все это лицезреть, это пошлятина, знаете, это все так странно, эти мужики жирные в стрингах. Ну, просто ужас нашего городка. Ужаса нашего городка в прямом смысле слова. Ну, некуда было Лене деваться. Но с тех пор Лена ненавидит Хэллоуин. Это просто ужас. Он ассоциируется у нее со стрингами и с перьями. Вот такие ужасы. Ну, а в принципе, о чем еще Лена рассказывала? Рассказывала о том, как они попросили умирающую от рака груди подругу переписать свое имущество на колумбийца. Да, можно сказать, что у больной женщины забрали квартиру в пользу какого-то колумбийца, который обучал Лену и эту же самую подругу, пока она была здорова, испанскому языку. То есть уже тогда Лена была вовлечена в какие-то схемы. Вообще, Москва и квартирный вопрос — это отдельная тема. Но меня не удивит, если выяснится, что квартиру, которую подруга, умирающая, уже охладевшей, можно сказать, рукой, отписала какому-то там колумбийцу, что эту квартиру Лена с колумбийцем потом поделили. Потому что в скором времени Лена, которая жила где-то в Подмосковье, оказалась в центре Москвы, а у подруги была квартира ближе к центру Москвы, а Лена была в Подмосковье. Поэтому складывается впечатление, что Лена всегда знала, как обработать человека, как втереться в доверие, как своим вкрадчивым голоском, настоять на том, чтобы квартиру отписали на нее, чтобы она в этой квартире пожила. Ведь то же самое мы сейчас наблюдаем в случае с квартиркой Родни. Мне кажется, что в Москве Лена ворочила такими делами, такой опыт Лена в Москве приобрела, что Родни для нее — это как два пальца. Облапошить Родни — это так просто для Лены. Родни сам ей все принесет, все сам на нее отпишет. Лена, кстати, в своем последнем эфире это нам и сказала. Захочет Родни отдать мне эту квартиру, подарить? А я думаю, именно в этом направлении Лена сейчас работает потихонечку, немытьем-то катанием. Она Родни подталкивает в этом направлении, потому что все чаще и чаще мы от Лены слышим фразу «Захочет Родни мне подарить эту квартирку?» Подарит, а вы хоть усытись, писайте от зависти кипятком в свои трусы. Вот так Лена сказала. И все свидетельствует о том, что действительно рано или поздно Лена вступит во владение этой квартирой, тем более что квартирку эту Лена за собой особо оставлять и не хочет. Как только она официально вступит в права владения, она тут же избавится от этой квартирки, чтобы переехать туда, где не нужно каждый месяц выплачивать какие-то бешеные суммы за содержание этой квартиры. Потому что выясняется, что с налогами, а налог на собственность сейчас повысили, с ежемесячными проплатами в ЖЭК, с коммунальными услугами квартирка, это обходится Родни, более 700 долларов в месяц. То есть ты ее выкупишь, а она тебе будет обходиться еще 700 долларов в месяц. Конечно, Лене такое нафиг не нужно. Лена хочет поскорее продать эту квартиру с тем, чтобы уехать куда-нибудь, где не будет этих ужасных ежемесячных взносов. Уж не знаю, где Лена сможет найти такое место. Наверное, где-то есть, но может быть не в Соединенных Штатах Америки, конечно. В принципе, Лена не цепляется за Соединенные Штаты. Больше всего меня, конечно, удивило, когда Лену спросили в чате, где бы в Майами она хотела жить, если бы у нее было очень много денег. Лена ответила, нигде. Это интересное заявление, потому что до этого, когда Лена сидела в Тайтесвилле, нам все уши прожужжали о том, как Лена хочет в Майами. Как она скучает по Майами. Это совсем другой мир. Там и природа другая. Там и климат другой. Там и люди другие. Там все другое. Там цивилизация, там культура, там движуха. Не то, что в этом Орландо и Тайтесвилле, где все загнивает, где тухлое все, где жить невозможно, где дышать нельзя. Вот Майами это другое дело. И тут вдруг заявление. Нигде бы Лена в Майами, ни под Майами не хотела бы жить. Это вообще не ее город. Лена мечтает о Гран-Канарии. И если бы у нее появились денежки, она бы в первую очередь купила бы себе виллу на Канарских островах. Другое дело, что как потом на этой вилле жить, если у тебя нет вида на жительство. Но мне кажется, что поскольку Лена уж очень часто стала вспоминать Испанию, она, возможно, пытается как-то и в этом направлении работать. Ведь именно туда переезжает дочь Лены Хэппи. Уж не знаю, может быть, Лена Хэппи тоже попытается податься как особо одаренная. Дочь ведь идет по визе для особо одаренных в своей отрасли людей. Хотя тут, конечно, тоже большой жирный вопросительный знак. Потому что Лена Бесселима никуда не поедет. Лена сказала, что у них сейчас на подходе документы. Документы они подали. То есть сейчас они ждут, когда дойдет дело до интервью. Естественно, в Испанию Бесселима Лена не поедет. А дочери нафиг не сдалась маманя с этим ее очередным полюбовником. Потому что я так понимаю, что дочь открестилась от матери и больше не хочет слышать ни о каких любовниках, ни о каких мужьях. Ведь не случайно дочь Лены Хэппи стала child free. Ну не случайно такое решение люди принимают. Особенно женщины. Все-таки, видимо, дочь насмотрелась за свою жизнь. На эту мельтешню, на эту круговерть из любовников, из мужей, эти бесконечные страдания Лены Хэппи на смену одному мужу приходит другой. И ведь очень часто дочь Лены Хэппи жила вместе с ее очередным мужем. Дочь жила вместе с Вильямом. То есть в одной квартире Лена, дочь и Вильям, все они жили. А до этого Лена забеременела. И Лена рассказывала, что живот у нее был уже очень большой. То есть дочь тоже прошла через все это. Дочь видела беременную мать, 40-50-летнюю, которая потом прервала эту беременность. То есть для девочки-подростка, извините меня, это тоже травма. И дочь на фоне всего увиденного, на фоне всех тех ужасов, которым Лена не отдавала отчет, все-таки решила, что нет, мне такая жизнь нахер не сдалась. Не нужны мне все эти мужья, не нужны мне эти дети. Я уйду в искусство, я уйду в литературу, я уйду в живопись. А Лена, она ведь без фильтров. Больше всего, я до сих пор пребываю, если честно, в полушоковом состоянии, меня поразил тот эпизод, когда Лена с Селимом, валяясь на какой-то тахте очередной, в очередном апарт-отеле после очередного перепиха, обсуждали внешность дочери Лены. Лена показала Селиму фотографию дочери, и Селим сказал Лене, что дочь, конечно, красивая, но ты лучше. Ты выигрываешь внешне перед дочерью, ты красивее своей дочери, несмотря на то, что она моложе, но ты меня возбуждаешь больше, чем твоя дочь. Меня, если честно, стошнило после этого рассказа Лены. Как можно доставать фотографию дочери, показывать ее какому-то грязному, подобранному на обочине, вонючему таксисту? А именно на обочине Лена его подобрала, он же ждал ее там на машине, когда она выползет из этого отеля. Он у этой обочине стоял припаркованный. Показывать какому-то первому встречному, приблудному какому-то таксисту фотографии детей и еще конкурировать с этими детьми. Мол, скажи мне, что я более сексуальная, что я более красивая, я выигрываю на фоне своей дочери. Это так противно, но это все говорит нам Лене. О ее уровне. Селим ей подходит действительно на 100%. Это два примитивных, одноклеточных, не особо умственно развитых существа, от которых нужно отстраниться, за которыми нужно просто наблюдать, как за какими-то зверушками. Но на самом деле они ужасные люди. Как можно так себя вести? Как можно жить просто жрачкой, срачкой и совокуплением, и не видеть, что то, что ты делаешь, совершенно неприемлемо, порицаемо. Я не представляю вообще такой ситуации, чтобы с каким-то очередным приблудным любовником обсуждать членов своей семьи. Семья это святое. Какие бы у тебя ни были отношения с твоими родственниками, но не вовлекай ты их в эту грязь, в которой ты погрязла, из которой ты не высовывалась. Это твой выбор. Но зачем туда вовлекать детей? Сын открестился, дочь открестилась. В общем, короче говоря, страшные, страшные какие-то вещи Лена нам про себя рассказывает. Зачем это нужно? Зачем все это вот так вот вываливать? Я понимаю, что хочется иногда вывговориться, но ведь это ужасно. То, как живет Лена, с кем она живет. В общем, рвотный рефлекс постоянно присутствует и не исчезает, когда ты смотришь и слушаешь излияние этой так называемой Лены Хэппи, которая чем дальше, тем страшнее. Вот где настоящий Хэллоуин, вот где настоящий фильм ужаса. Причем так интересно Лена заявила, что она не любит фильмы ужаса. И она никогда не любила страшилки. Вот помните, в детстве рассказывали там в пионерском лагере какие-то страшилки. Вот они ей никогда не были близки. Лене нравятся романтические комедии, фильмы про любовь, фильмы с хэппи-эндом, фильмы, где герои, взявшись за руки, бегут по направлению к светлому будущему. Но это все мечты, а на самом-то деле Лена это сплошной фильм ужасов. Лена это сплошной как раз таки Хэллоуин. Это чернь, это мгла, это тьма, это ужасы. Лена никак не поймет, что она живет по другую сторону, что ей нужно проводить работу на ошибками. Но она все время в дом тянет какую-то грязь. Есть такие люди, которых тянет к нечистотам, к неизменным каким-то вещам. Вместо того, чтобы идти навстречу светлому будущему, она все время связывается с какими-то пропащими людьми, селимками и прочими гнилыми, насквозь прогнившими элементами. Но это ладно, это выбор самой Лены Хэппи. Главное предостеречь Родни, потому что когда приедет селимка, лиса Алиса и кот Базилио, возможно, возьмут Родни в оборот. И он действительно отпишет в кавычках эту квартиру на молодых. И те уже начнут ее делить и продавать. Ну, Родни, я так понимаю, не от мира сего. Он вообще не понимает, что происходит. Он ведь и дом свой заложил в счет этой квартирки. Вообще странные какие-то вещи творятся сейчас вокруг Родни. Но понятно, что Лена от Родни не отцепится. Она вцепилась в него стальной хваткой. Она, в принципе, опытная женщина в вопросе квартир. Да, она же тоже как-то из самого дальнего Подмосковья добралась аж до Кропоткинской. Вот так вот тоже потихоньку, полегоньку что-то выменивая, что-то покупая, что-то продавая. Кто-то на нее почему-то все время отписывал какие-то квартиры. Она их перепродавала, вкладывалась и так далее и тому подобное. И в конце концов, вуаля, вышла в дамки и вынурнула на Кропоткинской. Вот такие чудеса на виражах. Поэтому Родни, держать ухо востро, готовится к очередному натиску со стороны фиалки. Посмотрим, конечно, как будет развиваться эта сюжетная линия. По крайней мере, мы точно можем заявить, что эта сюжетная линия Родни, Лена, никуда не девалась. Она как раз-таки цветет и пахнет. Многое нам не показывает, но между строк мы читаем и мы узнаем, что на самом деле там вовсю идут переговоры. И очень часто Лена с Родней видится. И Родни по-прежнему заваливает Лену подарками и по-прежнему поддерживает всячески Лену хэппи. Вот такие дела. А вы хоть усытись, писите кипятком в трусы, как говорит Лена. Но Родни никуда не денется. Родни помогал, помогает и будет помогать. Поэтому завидуйте молча. Вот такое заявление сделала Лена всем нам в своем последнем вчерашнем стриме. Ну а в целом я бы сказал, что стримы становятся тухлыми, скучными. Это говорящая голова, которая уже всем поднадоела. Говорить не о чем, рассказывать нечего. Лена никуда не ходит, никуда не выходит. На свой день рождения Лена пойдет работать, потому что сейчас каждая копейка на счету. Ей нужно заработать как можно больше на свою поездку в Испанию, чтобы нам все показать, все рассказать. Лена будет бегать по острову, показывать нам какие-то особые красоты, какие-то изыски кулинарные. В общем, короче говоря, мы все с нетерпением ждем, когда же Лена наконец-таки отправится в долгожданное путешествие. В общем, все у Лены прекрасно, но стримы становятся скучными, тухлыми. Лена никуда не выползает, никуда не выходит. Мне говорит, так уютно, так хорошо, никуда не хочется ходить. Куда не поедешь, везде за все нужно платить, а так сидишь в квартирке, соблазнов нет. Вот такие дела, вот такие новости от Лены Хэппи. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, пишите. Делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю ваши комментарии. Благодарю всех, кто подписался, кто поставил лайки. Мне очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя, ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.